На пикник на «Радуге» пришли сотни запорожцев. Здесь любители разнообразной еды и семейного отдыха. Многие из присутствующих пришли не только насладиться вкусной едой, но и научиться чему-то новому и узнать интересные рецепты. Это общемировой тренд, который сейчас уже во всем мире принят на ура публикой. Такие фестивали уличной еды позволяют не только отдохнуть, но и расширить свой гастрономический кругозор. Провести время с друзьями, с семьей, попробовать что-то новое, открыть для себя какие-то новые блюда. На фестивале и участники волонтерского фонда «Улыбка ребенка». Они вместе с детьми создавали панно из круп, рисовали на лицах детей сказочных героев и проводили разнообразные игры. Как и в прошлом году, волонтеры фонда собирали средства для детей из интернатов. Можно принять в мастер-классе абсолютно бесплатное участие, но можно пожертвовать любую сумму денег. И эти деньги идут на организацию детской комнаты и детской йоги в школах-интернатах области. Любой вклад является сильным и очень важным. Гостем фестиваля стала финалистка проекта «Мастер-шеф дети» Екатерина Слевинская. «Мастер-шеф «Мастер-шеф дети» Екатерина Слевинская. На фестиваль уличной еды Катя пришла, чтобы поделиться кулинарным опытом. Она провела мастер-класс по приготовлению одного из ее любимых блюд. На самом деле я очень люблю готовить и как-то хочется научить других людей готовить. А на улице, как мне кажется, еда вкуснее, она каким-то воздухом пропитывается, особенно мясо. Поделилась Катя и своим секретом, которым руководствуется при приготовлении еды. Надо все время добавлять что-то новое. Все думают, что пропорции самое главное. Пропорции самые главные в десертах. А в основных блюдах самое главное добавлять что-то новое, экспериментировать. Следующий, уже четвертый фестиваль уличной еды пройдет 10 и 11 сентября. Присоединиться к дегустации блюд от разных шеф-поваров сможет каждый. Кроме кулинарии, организаторы обещают интересные сюрпризы и подарки для каждого. Диана Клочко, Дмитрий Сахно, ТВ5.